приветствую вас друзья мои с вами садридин все вы знаете что с наступлением весны хорошей погоды многие художники рвутся на пленэр как начинающие так и опытные художники почему потому что на пленэре человек больше воспринимает цвета в объятиях природы пишется картина более лучше мы там пишем этюды потом привозим домой дописываем и они становятся хорошими картинами картины которые написаны начаты на пленэре они имеют больше энергетики пронизаны пропитанной энергетикой такой что когда человек смотрит он сразу знает что эта картина была написана на пленэре один из интересных аспектов необходимых аспектов как подготовиться на пленэр всегда стараешься взять вещи полегче минимум количество необходимого самого чтобы был более мобильным передвигаясь по разным склонам поднимаясь карабкаясь на возвышенности выбирая лучшие виды природы поэтому всегда мы берем минимум самого необходимого и все равно же все же таки даже эти вещи иногда кажутся как говорится тяжеловаты когда человек немного подустает или возраст сказывается и вот я в прошлом году собираясь в горы подумал как мне это все взять на дорогу самое необходимое не в дорогу в дорогу я машина везет а вот когда уже идешь пешком по склонам поднимаясь она возвышенности в горы или там спускаешься к речке все это на себе на на плечах или в рюкзаке за спиной и надо взять самое легкое и вот я изобрел такую чудо баклажку куда я уложил все необходимые краски растворители ну и остальное я сейчас вам покажу что у меня здесь находится кисти конечно они длинные поэтому они не умещаются по длине поэтому приходится кисти они у меня уже вложены в чехле там я не стал их вытаскивать это дома которые остальные кисти я прошу что вам показать принес сюда кисти а что у нас в баклажке я вот сейчас вам покажу баклажку берете это вот такую баклажку двухлитровую проделайте прорезь в ровном месте них детскую на изгиб чуть ниже делайте такой один поперечный прорезь и внизу второй поперечный прорезь и разрезаете пополам между этими двумя прорезями и получается дверца можно даже резинку это не делать если там у вас не слишком забита то он выпирать не будет но я тут на запихал много слишком поэтому резинкой поддерживаю я вам сейчас покажу что у меня здесь в баклажке вы смотрите и удивляйтесь вот чубик белила тайтановая краски самые необходимые я взял мастихин опять вот 100 метровая краска растворитель опять мастихин два мастихина я беру зажимы это очень необходимо чтобы ветер не уносил пакетики для мусора и прочее вот такие у меня зажимы большие так масло ножик на всякий случай маленький краски опять краски самые необходимые и кистемойка кистемойка у меня такая небольшая цепочка металлическая вот такая для отвеса если иногда лазомер подводит тогда можете вот такой металлической цепочкой проверять вертикаль на холсте если вы хотите найти вертикаль я им не пользуюсь но на всякий случай в баклажке на у меня лежит так но хочу про кистемойку сказать вот такая вот баночка у меня она плотно закрывается здесь вот уже мутная мутный растворитель и там находится вот у меня диск металлический с отверстиями когда моете кисть берете об этот диск грязь опускается вниз а чистая растворитель находится вверху я это уже должен заменить конечно он уже тут забился грязью на этом показываю так когда вы все выложили функция баклажки не кончается вы сюда вложите кое-что не нужен лишнее уже ну отлили растворитель отмиритом масло там лак тройничок допустим и это все опять пока ложите сюда чтоб там под ногами не путалась и заодно будет баклажка немного тяжелее эту баклажку подвешиваем на одну из новых треноги и сюда мы кладем свои кисти вот они кисти у нас находятся вот в таком положении в баклажке отсюда мы берем и пользуемся маленькие короткие кисти мы кладем вниз чуть подлечь на средний ряд длинные на высоте на верхний ряд вот так вот мы в эти отверстия можем кисти и подвешиваем и когда работаете извлекаете необходимую работаете работаете поработали и вставили обратно сюда взяли другую поработали опять вставили это очень удобно это уже проверено вот такое изобретение когда закончили работать опять это все снимается кисти конечно заворачиваются отдельно у меня есть специальный чехол они у меня находятся там и они сейчас у меня в рюкзаке это у мне просто лишние кисти которые дома находятся их чтобы для демонстрации вам что показать я вытащил их сюда еще лучший вариант желательно не брать какие большие тюбики на пленэр это 45 мм тюбики у меня они вот мастер-класс санет и 100 миллилитровые тюбики компании montmart хорошие краски очень укрывистые поэтому я ими пользуюсь и самое главное не токсичные они вот даже написаны non-toxic non-toxic не токсичные краски и я еще приобрел краски вот такого производителя феникс правда это краски китайского производителя но тоже в описании написано что эти краски не токсичные и поэтому я их специально приобрел второй мой первый момент это что они не токсичные второй момент они очень компактные 12 миллилитров на пленэр этого вполне достаточно вот эти краски хватит на как минимум на три-четыре картины как минимум а на пленэры вы пишете одну или две картины если конечно вы езжаете на длительный пленэр тогда можно даже их взять две упаковки просто их надо вытащить отсюда и уложить вместо таких больших чубиков эти маленькие тюбики я за собираюсь на пленэр я испытаю их на пленэры их сюда укладываем конечно прежде всего мы сначала уложим стимойку стимойку уложим сюда дверца внутрь и наружу открывается это хорошо удобно этим она удобно берем маленькие кисточки тюбики уложим сюда вот все 12 тюбиков положим сюда уложим сюда чудо баклажка так что чем краски больших размеров лучше брать если краски хороши надежные краски брать маленькие краски маленьких тюбиках тогда у вас будет больше с собой красок для большей надежности затягиваем такой резиночкой пожалуйста вот она баклажка не вываливается ничего так его очень удобно положить в рюкзак компактно и все необходимое здесь есть так друзья мои если вам видео понравилось вы извлекли для себя что-то полезное из моего опыта я буду только рад напишите в комментариях поставьте лайки можете написать о своих приспособлениях которые тоже могут принести и мне пользу я буду только благодарен на этом все пока до свидания с вами был садрагин всего хорошего